у нас сегодня вот такая с вами тема жест в искусстве взгляд антрополога здесь написано как меня зовут если кто вдруг забыл и про что мы сегодня будем говорить вот на этом слайде две картинки вот мы сегодня будем говорить про ту которая не с так право-лево вот так который ближе ко мне то есть не про жестовый язык до дни про язык которым общаются люди с проблемами со слухом это отдельные сюжеты просто чтобы мы не путали а про то как воспринимать самые разные позы жесты на в тех картинах которые нас окружают в скульптуре в массовом искусстве и так далее всех своих студентов я достал вот этой картинкой я стараюсь нарисовал фотошопе и там и не пропадать же добру давайте я вам ее тоже покажу здесь что ценно что мы обычные нам легко изучать то что над водой это язык потому что мы его слышим это костюм да если он как в каком-то виде сохранился это еда потому что это всех касается это вкусно праздники искусство литература у нас если язык письменный это то что легко увидеть легко изучать а вот те вещи которые под водой и которых больше на самом деле это такой предмет внимания антропологов и тут прям вот счастье для меня что есть ребята антропологи это замечательно но вот такие сюжеты как например юмор или гендер или семейные обязанности или личное пространство которое дам все всех заинтересовало внезапно в пандемию связи с дистанцированием правил приличия то как принято или не принято махать руками до в разных культурах это тоже есть то как принято не принято стоять в очереди это сюжеты немного более скрытые от обычного наблюдателя это увидеть трудно но это не менее интересно как мне кажется это собственно предмет нашего внимания сегодня если вас эта тема каким-то образом зацепит вам захочется узнать при нем больше я прямо сейчас посоветую несколько книжек ну рекламная пауза у нас до очень советую в трилогии уберто эко история красоты история иллюзии история уродства и история уродства моя любимая она сама мне кажется интересная это конечно же алан и барбара пис это супруги которые много пишут и популярно очень про язык телодвижения как распознать лжеца там кто вам врет кто мне врет и так далее ну это во всяком случае любопытно про восприятие в массовой культуре это конечно же история тела телесность средние века легофа и николя триона ну можно посмотреть язык тела джеймса борга очень очень сильно советую десмонда морриса вот такой веселый дядечка с распахнутой книжкой вот он на фотографии язык тела поза и жесты в искусстве очень сильно советует книжку она наверняка уже есть вашей библиотеке плюс история искусства в шести эмоциях такой константина до рацию как д'артаньян до с апострофы д с апострофы ну собственно я чтоб караоке не работать вы видите перечисление тех эмоций через которые этот автор предлагает нам читать историю искусства там мой любимый сюжет это конечно дерево с фалласами но тут же всем 18 плюс да уже можно смотреть такие картинки вот и не только да я тоже рекомендую ее посмотреть потому что истории искусства это менее скучно чем принято обычно считать ну и конечно если вам будет недостаточно научпупа я советую обратиться к такому монстру что ли в области невербальной семиотики язык и семиотика тела это такой григорий ефимович кредлин который жив здоров и работает российском государственном гуманитарном университете в москве он можно сказать такой зачинатель и основоположник науки паралингвистики это то как мы говорим как это влияет на наше тело и наоборот это наука кинестика наука жестах и жестовых движениях и проксимика вот я себя даже записал потому что не смогла это выучить наука пространстве коммуникации собственно вот все эти положения довольно многословно но подробно и по делу очень раскрываются в этом в этой книжке язык и семиотика тела но него там еще несколько дополнений ну начать вот отсюда а дальше как у вас пойдет эта картинка любимого мною жанра может быть кто-то даже знает как это называется такой жанр натюрморта кто-то знает получит дополнительный плюсик олимпиаде ванитас да суета сует наверное все знают все получают дополнительный балл да собственно здесь зачем ну помимо того что это просто красиво да про то что в настоящем произведение искусства все зачем все осмысленно все почему-то нужно то есть здесь этот череп он зачем-то здесь стакан не просто стоит он опрокинут если кто-то присмотрелся наверно узнал из игры престолов да эти стаканы которые отливали вообще-то в нашем знакомом всем таллине здесь распахнутой книжкой остановившиеся часы это тоже зачем-то надо и точно так же когда художник отображает жест позу положение тела он это делает осмысленно даже если он не думает а как вот бы мне показать положение пальцев александра македонского может быть он вот не думает это именно вот такими словами но он находится в поле культуры и он впитывает это и он отображает так как это принято в данной конкретной культуре и вот если бы мы например не знали что это река морти не знали кто это не знали зачем это и почему они в каких они там родственных отношениях до между собой вы бы наверное поняли глядя на эту картинку кто из персонажей более испуган да кто более безумен ну наверное и очень часто невербальная составляет больше в нашем понимании чем вербальная составляющая невербально вербально все знают да в чем там дело вербально это что мы говорим невербально это как мы говорим да и как мы двигаемся ну короче говоря про невербально что хотела умные сказать что вот когда мы учим какой-то иностранный язык не делаем особых успехов но вроде меня до уровень английского до понимаю по интонации что происходит вот здесь нам очень важно это самая интонация и точно так же когда мы смотрим на картину мы иногда не очень разбираемся в сюжете или в эпохе что заплатят что за людовик какой такой 14 мы понимаем кто это какое место занимает в государстве почему он важен и собственно это у нас тоже такой предмет разговора но все я сейчас вас добью теории и начну показывать картинки хорошие значит если мы хотим прям вот научно подойти к проблеме и как-то жесты классифицировать то я бы классифицировал их вот так то есть выбрала бы пять главных параметров могут быть жесты иллюстраторы это что такое например спрашивая елена олеговна как пройти в библиотеку елена олега мне если она воспитана она говорит ну вот там налево направо это жест иллюстратор если она мне говорит в три часа ночи да вот идиот это тоже жест иллюстратор жест регулятор самый известный это рукопожатие это какие-то отношения между людьми двумя-тремя и так далее жест эмблема но собственно там как дела пишем о попы да или рпд мы заполняем или сдаем экзамен застрелиться вот это здесь это будет жест эмблема жест адаптер это когда нам плохо обычно как-то не так мы себя чувствуем нас раздражает например собеседник или лектор бубнит и мы вот сидим вот так это жест адаптер скорее всего или когда нам страшно и мы что-то пытаемся поставить перед собой какую-то границу между нашим собеседниками нами это тоже жест адаптер самое мое любимое это жесты аффекторы это то что практически универсальными во всех культурах это то что там у младенчиков уже буквально можно зарегистрировать когда их кормишь чем-нибудь не тем они тебе с удовольствием демонстрируют жесты аффекторы про какие бы сюжеты можно было бы поговорить если у нас был времени вагоны если я вам читал курс по истории искусства я бы вот это все бы обязательно подробно обсудил но поскольку у нас времени мало мы с вами выберем только приветствия и наверное немного оскорблений чуть чуть коснемся страдания меня очень манит конечно расслабление эротика наверно следующий раз если меня тут не погонят тряпками из этого университета так вот давайте две картиночки художник билибина иллюстрация к русской народной сказки с одной стороны это неважно да мы просто это читаем жестах а с другой стороны это там ассирийские цари и какой-то барельеф и это очень древний там какой-то памятник 850 год до нашей эры допустим собственно да здесь нам главное это социальный статус участников и вот собственно социальный статус определяет все в этом жанре приветствия кто здоровается первый кто как кланится насколько низко как это происходит вот перед нами одно из самых первых возможно в более или менее близко к нам европейской культуре рукопожатий вы его на не сразу найдете но наверное найдете вы видите людей которые пожимают друг другу руки собственно это мюнстерский договор там 30-летняя война знать бы еще где это да и кто это наверное тут люди которые знают что происходит и этим рукопожатием был собственно скреплен мирный договор и это очень такой важный сюжет в искусстве сюжет на котором много спекулирует и тоже к нам относятся к теме приветствия это так называемое римское приветствие или извините пожалуйста выражение то как это живет в современной культуре зигхайль то есть это немцы которые возводили свою идеологию к рейха к риму они думали что римляне так друг друга приветствовали и по сути поводом так думать послужила большая интересная историческая ошибка потому что художник жан-лён жиром в своей картине авиа цезарь идущий на смерть приветствует тебя те из вас мученики латыни кто там учил и все наверно помнят это саму фразу 1850 59 году потом 50 60 и так далее он написал много на древние римские сюжеты античные и вот решил что так приветствовали цезарь и гладиаторы и так это в культуре закрепилась больше никаких подтверждений естественно этому нет исторических но вот такая ошибка она стала поводом для очень известного приветствия которого очень негативной нашей стране естественно коннотации еще одна форма приветствия который мы все любим это объятия тоже они читаются видны сразу читается интуитивно очень любимое со времен средневековья и все возрождение какой самый лучший повод изобразить объятия это изобразить нежные супружеские объятия естественные у нас тут и аким и она у золотых ворот вот их встречи до когда они узнали новость и даже наверное многие из вас помнят в чем там собственно состояла дело до аналог современных двух полосочек да но их это радовало и вот очень нежная у джотто менее нежного филиппина липи но тем не менее мы сразу понимаем что происходит на этой картине хотя вот так же обниматься нежно могут и персонажи однополые да и здесь нет совершенно никаких гомоэротических коннотаций наоборот нам кажется что есть что-то близкое к новозеландской культуре в сприкосновении носами да вот как здесь на этом слайде обычай хонги у мари новозеландских очень интересный тип приветствия который дожил до нас очень усеченном виде это поклоны но по крайней мере в европейской культуре где мы можем видеть поклоны театре на балете в опере самые самые условные виды искусства они сохранили поклоны но вообще мы видим это обычно только в кино такие да книг стены 158 и реверансов и так далее или вот как такой книг сен детском саду на всех девочек учили как у вильяма адольфу бугро на позднем 19 веке в более формализованной и более условной и более традиционной японской культуре культура поклонов и приветствия она сохранилась гораздо более плотно интересно 8 видов 8 степеней наклона тела в зависимости от статуса от времени суток от того кто с кем кому обращается с какой просьбой и мы видим даже как немножко это модифицируется вот так где есть печальный лысый человек который склонился перед куртизанкой да вот такой прям на коленях склонился это картинка 1767 года и сильно позже 1890 год там уже поклон совершенно другой и вы видите даже что туалеты поменялись да то есть уже не традиционный японский костюм совершенно мы стремимся в европу думали просвещенные японцы но тем не менее поклон у дамы который идет под ручку с принцем принц военной форме он остался очень японским хотя и не таким низким и до сих пор ну как вы знаете хорошо наверно в японии очень жив и никуда не делся этот традиционный поклон ситуации коленопреклонения вообще единичные редки да если вас не посвятят в рыцаре если вы не тот кто будет делать предложение своей даме скорее всего вы в обычной житейской какой-то ситуации вас нельзя будет заставить на коленях и этот сюжет очень очень любимый европейский художник но он практически ушел как и собственно поклонение то есть если это не какая-то религиозная ситуация как данном случае да это целая очередь стоит чтобы поклониться младенцу христу да там где-то на горах в картине 15 века доминика герланда и все они за тем чтобы склониться и вот ситуация склонения перед божеством перед ну вот как здесь персонификации верховного божества является отец да вот на картине блудный сын и то как это обыгранное в искусстве 20 века да это же в общем такой омаж аллюзия на блудного сына вот опять двойка несчастная по которому все писали сочинение это тоже такая ситуация поклонения простирание китайской кау когда тут у нас для того чтобы предстать не перед императором а перед судебным чиновникам вам требовалось сделать три колено преклонение и девятикратное челобитие это не тетенька мой полы да вот цветная статуэтка это один чиновник делает простирание перед другим и это в свое время служило поводом отказ совершать унизительные с точки зрения европейцы или русского вот эти бесконечные поклоны и подпрыги и приседания да стало поводом для серьезных дипломатических осложнений скандалов вот как например на карикатуре джеймса гилрея тут европейский дипломат он все что он мог из себя выжать это встать на одно колено он конечно не был в состоянии делать простирание перед императором мы здесь сегодня не будем обсуждать религиозные самые разные способы поклониться там их много они все осмыслены все имеют очень важные и для верующего подтекст и но семантику это мы обсуждать не будем в силу просто нехватки времени я бы сосредоточилась на нескольких других сюжетах это еще одну одна форма приветствия который тоже восходит к религиозному сюжету как ни странно наверное тут просто в основном молодые люди и вы наверное не смотрели стартрек это есть люди которые смотрели стартрек боже мой я ваш фанат в это просто очень круто но многие смотрели теорию большого взрыва да и там наверное помните этого шелдона купера который время от времени поднимал руку в вулканском приветствии он как раз смотрел стартрек но вот леонард немой да тот кто играл в стартреке он делал этот самый вулканский салют который подсмотрел в своем детстве когда его дедушка водил к синагогу и это жест благословить благословения мира вам и процветания который буквально означает вот благословляющие жрецы на картине балаш балага и и буквально это такая жестовое выражение буквы литера еврита эль шаддай всемогущий господь про троекратные двукратные прошу прощения тру треперстные и двуперстные крестное знамение я тоже вам рассказывать не буду я думаю что вы тут специалисты больше чем я ну просто это очевидно совершенно сюжет но вот жест который малыш грогу показывает нам и собственно вся эта джедайская история да прибудет с вами сила и от патриарха йоды и до грогу да ну может быть он показывает жест силы только потому что него всего три пальчика тремя пальчиками на это делает но тем не менее тоже это можно сейчас увидеть в разных самых мем а чуть-чуть про статус когда художник очень хочет показать высокий статус персонажа его аристократизм его то что не много денег много детей много земли и много всего и сам он себя несет то это всегда будет развернутая открытая поза развернутые плечи статус подчеркивается все всякими разными атрибутами вы это хорошо видели на всех парадных портретах там куча орденов там драгоценные ткани там какие-то предметы власти в руках держава скипетр и как минимум это очень часто выставленная вперед нога но если персонаж какой-то напряженный закрытой позе он раскованный когда тело его изогнута буквой с латинской или когда он сидит или когда он склонен это редко персонаж с высоким статусом мы тоже это интуитивно понимаем и вот здесь вот когда мы посмотрим на вот этот вот эти слайды мы наверное поймем кто из них обладает большими правами на власть потому как они сидят ну я не знаю согласны ли вы со мной или нет но все для себя сделали выводы мы идем с вами дальше гарвард в свое время провел интересное исследование связи тестостерона кортизола и позы тестостерона и кортизол как вы наверное хорошо помните это гормоны которые отвечают в нашем организме за проявление силы или наоборот стресса и вашей открытой или закрытой позы никто не мог правда добиться тех же самых результатов как гарварде что не для меня немного ставит под сомнение ну что ли ценность этого исследования исследование интересное заключалась в главный результат в том что чем открытие раскование свободнее наша поза тем выше нас уровень тестостерона мальчики внимания потому что ну мне кажется всем важно иметь высокий уровень тестостерона я не знаю в жизни этом пригодится больше чем лекция про жест в искусстве мне кажется вот и если мы посмотрим на какие-то парадные портреты здесь мы увидим вот просто все эти элементы то есть поза влияет на уровень кортизола или тестостерона если вы будет согнуты скрючены и зажаты то соответственно повышается уровень кортизола ну к такому исследовать выводу пришли исследователи из гарварда вот если мы посмотрим на картину гальца гальбейна да тут она замечательно вы знаете обманка если вы ее откроете и посмотрите под определенным углом вы увидите интересный сюрприз на этой картине ну вот это вроде бы люди в одном статусе этот и другой послы но кто из них весомий наверное тот кто выглядит больше крупнее да тот у кого выставлена вперед нога тот у которого свободнее лежит рука и что-то еще в руках есть как атрибут то есть жанр дэнфиль здесь крупнее и больше соответственно статус не жжет до слива так художник хотел подчеркнуть неодинаковое стих положения очень популярные позы на плакатах вы наверное видели такие плакаты да она еще иногда называть позы наполеона это так называемая скрытая рука когда я настолько крут я настолько отважен но я в то же время скромен ну это послание до этой позы я благосклонно не агрессивен я не лидер которого не ничто не может смутить и сбить с толку очень часто сталина изображали на плакатах в этой позе и вот поза который в общем-то считается закрытой и с которой там от кристофер марлоу современник шекспира до не знаю русских купцов очень всех любили изображать мне кажется она диктуется не тем что художник не умел руки рисовать да как иногда говорят о тем что если вас заставит позировать по многу часов и по многу дней художнику вы с большей вероятностью примете ту позу которая удобна который позволяет сесть немного расслаблено аллен и барбара пист там еще очень много пишет про то какая у вас рука сверху когда вы занимаете эту эту позу это якобы свидетельствует о вашей интроверсии или экстраверсии ну не знаю насколько можно этому верить выставлены вперед локоть тоже это демонстрация статуса это не подходи не трогай меня да это разумеется меня нельзя обнять если у меня расставлены локти и тут еще смешная деталь то есть это трудно заметить да но уж когда заметили ту глаз не отвести то есть если вы в картинах определенного периода видите интересную деталь туалета мужского да она обычно богато украшается в районе штанов поищите найдете это тоже демонстра это тоже своего рода продолжение темы позы потому что это свидетельство плодородности плодовитости верильности витальности мужской силы и так далее ну вот очень любили в какой-то момент изображать персонажей именно с такой деталью одежды еще несколько примеров с выставлены вперед локтем руки руки в боки которые тоже говорят о высоком статусе и тут в общем неважно кто перед нами людовик 14 или геральт из ривии до оружие подчеркивает тоже высокий статус и готовность персонажа за себя постоять но если этот персонаж девочка то как правило это еще и какой-то сексуальный призыв и в этом смысле очень смешно читать посты и там не знаю статьи на тему 10 удачных поз для фотосессии как встать в инстаграме чтобы вас все заметили и все такое потому что это та поза которую физрук наш называл руки в боке ли позы тещи до который тоже демонстрирует высокий статус но вообще-то она изначально это поза особенно в женской фотографии нужно было для того чтобы показать покрой одежды где пройма где она заканчивается видно ли белье условно это покупательницам интересно и когда мы сейчас неосознанно или осознанно принимаем позы которые нужны были для модной фотографии какого-то там лохматого 60-го года мы тоже должны понимать что и кому мы демонстрируем дальше коротко и тезисно если персонаж наклонен склонен и занят работы явно что статус у него низкий да это всегда какие-то низшие слои там будь то репин или франсуа миле неважно кто это то есть это всегда такое убожество и раскованность городских низов статус невысокий и еще любопытный сюжет на средневековых миниатюрах вы редко увидите выражение эмоций и вот это контраст между открытой очень интересные активной позы и полной бесстрастностью он в общем стал наверное залогом успеха такого паблика как страдающие средневековье потому что ну всегда очень забавно правда наблюдать эту разницу и вот любопытная иконографический тип которыми наверно видели да такую икону почему так потому что нужно было изобразить страдание каким-то образом но богоматерь не может плакать и она не плакала до 15 века ну и не встречаются такие изображения позже уже как-то решили что можно ну тут физические изображения острых предметов тоже еще одна деревянная скульптура пермская резная деревянная скульптура пермские боги так называемый когда входишь в зал музейный полная иллюзия что люди сидят и разговаривают по мобильнику да но это тоже вот поза такая страдание христос в темнице иконографический тип лица бесстрастно абсолютно а вот поза она подчеркивает что что-то не так происходит самый простой способ оскорбить кого-то это высунуть язык конечно и это такой жест аффектор если вы когда-нибудь пробовали накормить ребенка чем что ему не нравится вы этот жест увидите и все было бы хорошо если бы вот этот же жест высунутый язык не встречался в самых разных культурах очень отдаленных друг от друга и когда это там как правило божество да она несет какую-то темную угрозу это тоже демонстрация силы и те из вас кто никогда не смотрел начало рэгбийных команд вот их матчи я вам прям советую забить хака и посмотреть как это выглядит потому что взеландцы они эту тему сохранили но когда гримасы нет искажение лица нет выпученных глаз насупленных бровей это тоже сексуальный призыв это вот роллинг стоунс прекрасно обыграли в своем всемирно известном логотипе смотрите тут вы наверно найдете фигу если присмотритесь не сразу наверное поймете чья это рука да потому что тут как бы такое переплетение рук в общем фигу показывает служанкой она намекает на то что ее хозяин муж этой прекрасной юной женщине он рогат да ну что она ему изменяет и вот этот плакат в свое время он произвел такое неизгладимое впечатление на зрителей именно потому что женщина она она делала мужской одежде она делает мужскую работу она еще показывает жена характерный неженственный жест до который означает известно что тут мне кажется не надо переводить и еще два варианта фаллических жестов я вам показываю в рисунке в бэнкси грубый коп и в картинке не очень точно датированы 12-14 век на такой разлет мы не бедные это японская деревянная скульптура это статуя то есть тут мудро руконож да это тоже угроза это тоже указание на то что я с тобой сделаю если я до тебя доберусь и как вы видите жест практически не изменен на связь положение пальцев рук в ряде православной иконологии и буддийских мудро указывали многие исследователи это просто сильно большая отдельная тема я тоже не буду на ней останавливаться остановлюсь наверное на мана кармута вчера селена геннадий пошли на рок-концерт естественно демонстрировать свою идентичность мы можем вот так да то есть это еще и повод показать что мы относим себя к той или иной общности это был изначально защитный жест отгоняющие нечистую силу и так далее но впоследствии стал жестом субкультур как сейчас там девочки которые видят корейских исполнителей они тоже там но множество тут только два но их гораздо больше этих жестов которые тоже указывают на идентичность выводы да это моя любимая картинка это про то что жесты не общекультурной и к сожалению все что может быть понято неправильно будет понято неправильно и жесты имеют значение и в рекламе когда вы кого-то снимаете для рекламы или кого-то рисуете и в межличностной коммуникации если мы отправляемся какую-то другую страну например камоджу и говорим да отличный манговый смузи это будет воспринято очень негативно потом ну конечно вам сделать скидку как на северного варвара но вообще это сексуально же это вот примерно вот такой же так не надо делать больше да вот так не надо это все к тому что мы следим за руками за ногами как мы сидим как мы смотрим как мы делаем хоба например и времени на вопросы внимания у нас нет зато вы мне можете написать я отмечу всем написавшим спасибо большое очень классная предыдущая 6 а в в в в в Продолжение следует...